Добрый вечер, в эфире Вести Крачаева-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. К столетию Крачаева-Черкесия Рашид Тибрезов объявил об учреждении двух государственных званий. Почетный житель Крачаева-Черкесской Республики и Герой труда Крачаева-Черкесской Республики. В 2022 году мы будем отмечать сразу две знаковые даты столетия Крачаева-Черкесской автономной области и 30-летия Республики. Считаю, что наши земляки, труженики разных поколений, заслуживают того, чтобы их имена были вписаны в историю нашей любимой Родины, сказал Рашид Тибрезов в ходе своего послания региональному парламенту. 105-ю годовщиной со дня рождения героя социалистического труда ветерана Великой Отечественной войны депутата Верховного Совета СССР Бессменного председателя колхоза Путилича Абубикира Дадымовича Аргунова отметили в родном селении именитого земляка в ауле Кошхабль Хабецкого района. Вадима Даурова подробнее. На собрание пришли близкие и родственники Абубикира Дадымовича Аргунова, односельчане, его соратники по трудовому фронту, общественность района. Учителя и учащийся гимназии аула Кошхабль показали собравшимся творческую композицию в честь именитого земляка. Все выступавшие в этот день с особой теплотой вспоминали Абубикира Аргунова. Говорили о том, каким он был интернационалистом, профессионалом своего дела, мудрым и миролюбивым человеком. Первое знакомство Бориса Даурова, теперь уже известного врача, профессора и доктора медицинских наук, с Абубикиром Дадымовичем Аргуновым состоялось на проселочной дороге. Когда в морозный день председатель колхоза Пути Лича подобрал замерзшего на ветру студента медицинского университета и подвез до теплого домашнего очага. Человек, который прославил не только Аргуновых, не только Кошхабль, он прославил наш черкесский народ. Мы гордимся, любим и ценим его. Вспоминали о тяжелых послевоенных годах, когда Абубикир Аргунов, вернувшийся с фронта в связи с тяжелым ранением, был избран председателем колхоза. Как практически на пустом месте в голодное время с женщинами и подростками поднял колхоз. Как сумел за короткий срок организовать людей, превратить коллективное хозяйство в одно из самых передовых по стране. Колхоз годовой доход составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей. А чистые прибыли в прошлом году мы получали 800 тысяч, за что мы строим. Средние школы мы построили на 536 места, построили детский сад, строим и другие бытовые культурные здания. До сих пор следы того огромного бесценного вклада и усилия Абубикира Дадымовича в развитии своей малой родины прослеживаются и проявляются в, казалось бы, обычных мелочах. Была такая ситуация, что дедушка заказал лес для пола, но не было леса, не хватало на тот момент. Ему выслали корабельный лес. Это прочный лес, который не гниет. Знаете, каждый раз, когда говорят о моем отце и воспоминаниях тех людей, которые работали с ними, я удивляюсь его трудоспособности. И первое, о чем они говорят, это внимание к человеку. И так, как он любил людей, наверное, никто не мог бы повторить. Те, кто знал Абубикира Дадымовича лично, обращались к нему пато. Ласковое имя, данное отцом своему ребенку, прижилось сильнее, чем официальное. И он его увековечил в людской памяти своими многочисленными заслугами и добрыми делами. Фатима Дорова, Зарема Карданова, Мухаммед Дашибока. Вести Карачаева, Черкесия, Хабистский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаеве, Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 295 человек. Из них 19 958 выздоровели, 108 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаеве, Черкесии, преимущественно без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночи плюс 4-9, в горах минус 2 плюс 3, а днем 23-28 выше нуля. И в горах местами до плюс 22. В Черкесии, без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 7-9, днем 25-27 градусов тепла. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская приехала в Крачево-Черкесию. Знаменитая певица провела в черкесский мастер-класс для вокалистов, педагогов школ искусств. Рассказала и показала, как правильно владеть своим голосом и стать настоящим профессионалом. Светлана Шаганова побывала на уроке вокала. Горячая сопрано русской оперы. И это Любовь Казарновская. Она блистала на самых лучших мировых оперных сценах. Ласкала, Ковенгарден и многих других. Она заслужила популярность благодаря уникальному тембру своего голоса. И сейчас она дает стимул многим молодым исполнителям, которые хотят завоевать популярность, стать знаменитыми. Оперная дива Любовь Казарновская впервые в Черкесске. Получить профессиональные советы по вокалу от обладательницы уникального голоса, звезды российской оперы, выпадает немногим. Проект Академия Любови Казарновской набирает обороты и реализуется во многих регионах. И главная цель педагога не только научить брать нужные ноты, но и научить жить на сцене, вжиться в роль, почувствовать драматургию, заразить зал энергетикой и проникнуть в душу. Любовь Казарновская объясняла, как найти удобный звуковой диапазон, чтобы голос звучал красивее, и к каждому своему ученику у нее свой подход. На мастер-класс приехали уже известные и профессиональные оперные певицы, ученицы Казарновской Кристина и Екатерина. На их примере педагог показала, как нужно правильно распеваться, владеть своим дыханием, голосом и демонстрировать диапазон. Любовь Казарновскую называют оперной дивой, звездой мирового уровня, но она сама не приемлет такие высокие титулы. Эти все ярлыки, оперная дива, звезда и так далее, это должна давать публика вам по прошествии какого-то количества лет после того, как она вас полюбит, узнает или не полюбит и не узнает. Вот это для меня абсолютное, так сказать, такое табуно на называние там дива, звезда, суперстар и так далее. А чтобы оставить свой след в истории, нужно трудиться и, возможно, до бесконечности. И только тогда будет результат. Детей одаренных наша большая страна рождает огромное количество. Их столько, они такие есть замечательные, такие яркие. Но многие из них в реалиях современной жизни, в реалиях современного времени уходят в инстаграмы. И вот ребенок становится рабом компьютера и интернета. Какой контент мы видим сегодня в компьютере и в интернете? Весьма прискорбный. Развивать способности детей, проводить мастер-классы для молодых исполнителей и делать из них профессионалов, переводить из статуса самодеятельности на более высокий уровень. И уже в июле по инициативе главы республики Рашида Тимрезова и министра культуры Зураба Гирбова в июле в Архызе откроется двухнедельная школа Любови Казарновской для исполнителей Кавказа, которые хотят повысить свой уровень вокального мастерства. Любовь Юрьевна признанная эксперт в академическом вокальном мастерстве. Она сама оперная певица, выступавшая за границей. И что еще более важно, это то, что у нее есть своя академия, которая в Москве и в других регионах учит молодежь, как нужно выходить на высокий уровень. Не только петь, но и как себя продвигать, как правильно зарабатывать своим голосом. Оперная дива восхищена Карачаевой-Черкесией и с огромным удовольствием приедет сюда обучать вокалу. Край у вас красавец. Здесь все есть. Здесь великолепная экология. Здесь прекрасные гостеприимные люди. Здесь возможность развивать туризм просто такой, что любая Швейцария и Италия позавидуют. Потому что такие красоты, которые есть у вас, они не везде есть в Европеях. Поэтому я думаю, что судьба у края может быть очень интересной. И мне кажется, что есть понимание у главы, есть понимание явно у министра культуры, потому что с его подачи, с его инициативы был мастер-класс. Классика никогда не выходит из моды. Она никогда не устареет. И как говорит Любовь Казарновская, музыкальное воспитание должно быть с детства, чтобы найти свою нишу, достойно в ней пребывать и быть профессионалом с большой буквы. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Пионерские галстуки, значки и знамена. Сегодня эти исторические атрибуты вновь в центре внимания. В России отмечают День пионерии. И пусть день календаря не красный, зато дата очень весомая. Сегодня мы оказались в маленьком селе Даусу с Зеленчукского района и не случайно. Повод для визита был знаменательным и особенным. Ведь сегодня исполняется 99 лет со дня образования пионерского движения. И вот в этой маленькой школе буквально через несколько минут бывшие октябрята, присягнув, уже вступят в ряды пионерской организации. Вот мы и посмотрим, как это будет. Когда-то этот весенний день был торжественным, особенным для тысяч мальчишек и девчонок. Отличников из самых-самых принимали в пионеры 22 апреля, в день рождения вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Остальных 19 мая. К этому событию тщательно готовились, тренировали память, заучивали клятву пионеров и слова песни, гимна пионерии. Мы пионеры, дети, рабочие. Всесоюзная история пионерской организации осталась в прошлом. Однако каждый год в этот день члены КПРФ до сих пор принимают в пионеры, желающих повязать красный галстук мальчишек и девчонок. Таким приспособлением 72 года назад, будучи юным пионером, пользовался и ветеран космодрома Байконур, старший механик приборного отсека ракеты-носителя, на которой полетел в космос Юрий Гагарин и очевидец первого полета человека в космос Николай Константинович Шолухов. У нас сначала даже были, знаете, такие зажимы, вот мы там было пионерское, это когда-то еще нам, я имею в виду, мои старшие сестры передали нам, а потом завязывать приходилось, так сказать, определенно, чтобы был взялок хороший и так далее. Но научились, научились. Сегодня в ряды пионерской организации вступают 27 октября. Лидер райкома КПРФ Зеленчукского района Роза Чучаева каждый год принимает десятки детишек в пионеры. И вот он, торжественный момент. Повязан галстук, дана присяга и знаменитый клич. Новоиспеченные пионеры уже знают, какими принципами руководствовались их предшественники. У современных ребятишек почти такие же девизы и настроек, как у их сверстников из СССР. Однако время внесло свои коррективы. Звенья, дружины и отряды сменили названия. Ушли в историю пионерские костры, но идея и основа остались теми же. Пионер первый в учебе, первый в спорте. Пионер подает пример младшему поколению, помогает и ни в коем случае не делает плохо другим. Вежливый со всеми людьми. Я всегда хотела стать пионером, потому что я очень люблю делать добрые вещи, помогать, поступать правильно. И я хочу, чтобы с меня брали пример. Огонь побед и стремлений чистых создавали первопроходцев везде. В космосе, в строительстве, в вооружении, в науке, в медицине. Тот, кто галстук носил, всегда верил во что-то светлое в себе. Пионерская закалка не забывается вовек. И эти красные законы знает каждый человек. Трехкратное учиться и быть готовым всегда. Фатима Даурова, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Несмотря ни на что». Руслан Харченко.